Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вновь сегодня вам буду рассказывать о лекарственных растениях, которые обладают противовоспалительными и противоязвенными свойствами. И в прошлый раз мы с вами остановились на таком растении, как ромашка оптичная. Безусловно, ромашка растение очень декоративное. Ромашка родственник астры и хризантемы. И уже по самому цветку мы определяем принадлежность ромашки к семейству сложноцветной. Соцветие – корзинка. Но, тем не менее, на ромашку похоже достаточно большое количество других растений, например, тот же самый невяник. И мы помним, что в Подмосковье дикорастущую ромашку оптичную найти достаточно проблематично. Ну, а сейчас мы продолжим разговор о ромашке. Мы узнали, что одним из основных действующих компонентов в ромашке является эфирное масло, которое, по отличие от большинства других эфирных масел, окрашено в синий цвет. Обычные эфирные масла, многие, да и ромашковые тоже не являются в этом смысле исключением, обладают бактерицидным действием. И за счет этого, конечно же, ромашку можно использовать для профилактики и лечения самых разнообразных противопростудных заболеваний. Настой из цветков ромашки, из соцветия, если говорить более верно, используется в качестве противовоспалительного, антисептического и обезболивающего средства. Ромашка находит свое применение при заболеваниях кишечника и желудка, при различных заболеваниях горла, например, тех же самых ангинах и так далее. Кроме того, используют ромашку и при различных заболеваниях кожи и аллергиях. Ну, а чай из ромашки в некоторых странах даже является популярным лекарственным средством. Например, на Западе, в той же самой Франции и Англии принято на ночь вместо чая принимать, пить чай из ромашки. Ну, с чем это связано? Я думаю, что здесь имеет смысл это делать из-за того, что ромашка обладает мягким, успокаивающим действием, ну и также определенное, хотя несущественное, есть и снотворное действие. Однако, нужно помнить, что переизбыток ромашки тоже не является полезным. В ромашке содержится, еще раз напоминаю, сильно действующее эфирное масло. При неправильном применении ромашки, если мы будем слишком активно ее использовать, у человека могут появиться головные боли и тошнота. И также общая слабость. Поэтому не злоупотребляйте ромашкой. Если говорить о чае с ромашкой, то здесь зафиксировано некоторое снижение артериального давления, поэтому в целом можно рекомендовать ромашку при гипертонии. Но при гипертонии в основном первой и второй стадии, потому что, конечно, при более высоких стадиях гипертонии все-таки ромашка будет малоэффективна. И, конечно, тут ромашку можно рекомендовать только в качестве сопутствующего средства. Потому что все-таки артериальное давление по сравнению, например, с той же самой черноплодной рябиной или некоторыми другими лекарственными растениями, она, конечно, снизит слабенько. Также обычно ромашку настаивают, да, но ни в коем случае не кипятят. В прошлый раз мы заваривали ромашку в пакетированной форме. Почему ромашку не стоит кипятить? Потому что будет испарение, в том числе и эфирного масла. Поэтому действующих веществ в данном лекарственном растении станет значительно меньше. В первую очередь, конечно, если говорить о ромашке, то ее используют как противовоспалительное средство. Но, тем не менее, если вы хотите получить, например, настой более интенсивный, можно нагреть ромашку в течение 15 минут, но еще раз повторюсь, не стоит кипятить. Ромашку также используют как ветрогонное средство и назначают ромашку в качестве желудочного средства для маленьких детей. Ромашка входит просто в очень большое количество самых разнообразных сборов. Если вы пользуетесь настоем ромашки, то обычно используют 10 грамм цветков на 200 миллилитров горячей воды. И принимают по треть, по четверть стакана 3-4 раза в день после еды. Такой же настой можно использовать и нарушно. Конечно, достаточно давно ромашка используется в косметологии, при производстве различных шампуней и так далее. Давно замечено, что если вы покупаете шампунь, основу которой составляет ромашка, либо используете настой ромашки для волос, тогда ваши волосы сохранят долгое время, будут светлыми. И обычно рекомендуют использовать шампуни с ромашкой для людей, у которых светлые волосы, либо окрашенные волосы в светлый цвет. Крепкий настой ромашки также используют для умывания. Это связано с тем, что он положительно действует на кожу и избавляет ее от различных видов угрей. Ну и особенно хорошо использовать настой ромашки для раздражающей кожи, а также для ванн. Также существуют различные вытяжки из ромашки, которые даже иногда используют и в стоматологии. Связано это, наверное, с обезболивающим и противовоспалительным действием. И поэтому есть специальные препараты, которые используются как и в стоматологии, так и при различных видах ангина. Даже есть такое мнение, что ромашковый чай снимает, ну не снимает, наверное, немного, уменьшает вредное воздействие алкоголя и кофеина. Ромашку очень легко культивировать на вашем приусадебном участке. Хотя урожайность ромашки не очень высокая, но мне хотелось бы здесь сказать следующее. Что самое главное при выращивании ромашки, это подобрать для нее светлое, открытое, солнечное место. Потому что растение светолюбивое. Под перекопку вносит органические удобрения и сеет ромашку лучше всего осенью за 1-1,5 месяца до наступления морозов. С заделкой семян на глубину пол-полтора сантиметра. Ромашка зацветает после 30-50 дней после появления всходов. Итак, как мы видим, ромашка действительно растение уникальное и декоративное. С одной стороны, мы ее используем в декоративном цветоводстве, а с другой стороны, ромашка способна лечить самые различные заболевания. Ну и, конечно же, ромашка относится к тем растениям, которые обладают противоязвенными свойствами. И поэтому ромашку используют при различных желудочно-кишечных заболеваниях. Ну, а теперь мы с вами перейдем к нашей рубрике «Мир медицины». Мы вот говорили, например, что ромашка способна снижать артериальное давление. А более подробно о сердечно-сосудистых заболеваниях нам расскажет наша ведущая Ольга Гладкова. Природные лекарства. Фитотерапия. Часть третья. Урок девятый. Мир медицины. Сердечно-сосудистая система. Методы исследования. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о методах исследования сердечно-сосудистой системы. Но именно благодаря этим методам у нас и удается, да, появляется возможность достаточно радно диагностировать те или иные болезни, да, сердечно-сосудистой системы. Да, безусловно, это так. Сегодня мне хотелось бы поговорить о электрокардиографии. Каждый из нас, кто один раз, кто несколько раз, но все-таки делали наверняка электрокардиограмму. Что из себя представляет электрокардиограмма? Давайте мы рисунок небольшой продемонстрируем. Вот он перед вами. Значит, что такое электрокардиограмма? Это электрическая запись, да, потенциалов, электропотенциалов работы сердца. Каждый из зубцов кардиограммы имеет определенное значение, так же, как и интервалы. По этим показателям можно говорить о том, как сокращается ваше сердце. Изменения, происходящие и в анатомическом плане, и в проведении импульса, выявляются на электрокардиограмме. Все заболевания, о которых мы говорили с вами в этом цикле, они отражаются тем или иным образом на элементах электрокардиографии. Поэтому знание и вовремя сделанное обследование, оно позволяет сделать те или иные выводы и, соответственно, принять порой и экстренные меры для поправки здоровья. Я хочу сказать, что в предыдущей передаче мы с вами говорили о аритмиях. Об аритмиях. Аритмии в виде редкого или частого ритма выявляются на кардиограмме. То есть с помощью кардиограммы нам может показать, опять-таки, данное заболевание. Преждевременные нарушения ритма, о которых мы еще не успели сказать, они тоже выявляются на кардиограмме. Количество на их выражении тоже можно определить по электрокардиограмме. Такое нарушение ритма, как синдром ВПВ или дополнительные скрытые пути проведения импульса, которые определяются только по электрокардиографии, имеют свои определенные симптомы. Точно так же определяются и различные другие нарушения ритма и проводимости. В частности, блокады проведения на пути движения импульса, блокады ножек и дальнейшие нарушения ритма. Я хочу сказать о том, что порой снятие электрокардиограммы одиночно, недостаточно. То есть она не дает полной картины, да? Болезнь имеет развитие, и мы должны контролировать при необходимости ни один, ни два раза снять, а то и большее число раз снимается электрокардиограмма, потому что пациент лечится, и нам нужно увидеть результаты своего труда. Так, если у больного инфаркт миокарда, то, соответственно, мы должны отметить и стадию, и глубину повреждения инфаркта, и, соответственно, смотреть дальнейшую его эволюцию. Однако и этого бывает недостаточно. И для обследования, для выявления, опять же, в частности, и нарушений ритма проводится суточная электрокардиография. Или же холтеровское мониторирование. Фотографию, которая... Да, здесь, на данном слайде, представлена аппаратура, которая используется для регистрации и расшифровки холтеровского мониторирования. Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания. Мы узнали много нового. А сейчас давайте попробуем заварить сбор, который у нас будет настаиваться в течение 20-30 минут. Многие лекарственные растения, которые обладают противоязвенными свойствами, например, та же самая календула, та же ромашка, о которой мы говорили, и некоторые другие растения, например, шалфей, о котором мы еще сегодня будем с вами говорить, или эвкалипт, они обладают еще и ярко выраженными противовоспалительными свойствами. И поэтому их можно использовать при лечении заболеваний, например, связанных с заболеваниями горла, ну, такие, например, как ангина, ларингиты, танзелиты и многие другие. И у нас здесь находится даже специальный сбор. Этот сбор имеет многокомпонентный состав. В него входят девесил, эвкалипт, мята, календула, шалфей, о котором как раз мы скоро будем говорить, а также сосна. И вот, пожалуйста, в этом сборе всем известная ромашка, о которой я говорил, и также чабрец. И вот этот сбор можно использовать для лечения, с одной стороны, и для профилактики, как простудных заболеваний, но в первую очередь его используют при ангинах, танзелитах и некоторых других заболеваниях. Итак, для того, чтобы приготовить этот сбор, нужно взять одну чайную ложку сырья. Вот мы берем чайную ложку. Давайте попробуем сделать более крепкий сбор, чтобы у нас была чайная ложка сверху. Вот еще я немножечко добавляю до полной чайной ложки. Ну и вот этой концентрации будет достаточно. И теперь я заливаю стаканом кипятка. Вот этот сбор, который я сейчас только что сделал, будет настаиваться в течение 15-30 минут. И затем он будет готов к употреблению. И вот давайте через данный промежуток времени мы вернемся к этому сбору и поговорим более тщательно о его лечебных свойствах. Ну а сейчас давайте продолжим разговор и поговорим о растении, которое часто мы воспринимаем как сорняк. Растение это всем хорошо известно. Оно тоже входит в состав самых разнообразных сборов. И среди, наверное, самых, пожалуй, является и среди лекарственных растений одним из самых популярных. Это растение тысячелистник. Итак, вот это растение перед вами. Ну, что бы мне хотелось бы сказать. Как только не называют это растение. Ну, с одной стороны, у него есть такое название, как ахиллесова трава. Тысячелистник знаком многим людям с глубокой древности. Еще герой Троянской войны, ахилл, лечил им раненых воинов. Отсюда и происходит его латинское название – ахилиа. Ну, и также, конечно, у тысячелистника множество самых разнообразных лечебных свойств. Тысячелистник издавна использовался в качестве лекарственного растения. На Руси и в народе он известен как порезник, порезная трава, кровавник, поскольку использовали его главным образом для остановки крови при порезах. Значит, уже можно сделать вывод, что тысячелистник у нас останавливает кровотечение. Ну, и давайте более подробно поговорим об этом лекарственном растении. Итак, тысячелистник. Растение это широко распространенное. Встречается оно практически по всей территории России. С одной стороны, если говорить о ботанических характеристиках тысячелистника, то оказывается, наш с вами тысячелистник является представителем семейства сложноцветных. Получается, что он родственник той же самой ромашки, о которой мы с вами говорили, да и всем известных астр и хризантем. Тысячелистник встречается у нас по всей России, за исключением северных районов Сибири и Дальнего Востока, пустынных и полупустынных районов Нижнего Поволжья. Обитает в лесной, лесостепной и степной зонах. Даже тысячелистник можно встретить в горах. Вот такое-то совершенно нетребовательное растение. Ахиллесова трава обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. Ну и вновь напомню название Ахиллесова, потому что герой Троянской войны Ахилл лечил тысячелистникам раненых воинов. В научной медицине, конечно же, тысячелистник интересен тем, что у него есть кровоостанавливающее действие. И поэтому его используют при маточных кровотечениях, при фибромиомах и при кишечных кровотечениях и некоторых других заболеваниях. В традиционной медицине тысячелистник у нас используется как для приема внутрь, так и используется как нарушное средство. Сок из листьев, в который мы еще добавляем мед, улучшает аппетит и обмен веществ. Помогает при заболеваниях печени и женских заболеваниях. Ну а если мы возьмем, опять-таки, наш тысячелистник, и к этому тысячелистнику мы еще добавим ромашку, одну столовую ложку ромашки, одну столовую ложку тысячелистника, то этот сбор, простой сбор, который содержит всего лишь два компонента, будет способен успокоить сильные боли в желудке. Вот вам, пожалуйста, и более утоляющие действия тысячелистника и ромашки. Ну а для большей эффективности на желудок еще кладут грелку. Чай из тысячелистника пьют по три стакана в день, ну, при маточных кровотечениях, хотя, конечно, дозу можно и уменьшить, и при кровохаркании. Также тысячелистник у нас уже, вы поняли, наверное, что это очень хорошее желудочное средство. Вот, и, например, при вздутии кишечника используют отвар, в который добавляют семена тмина, затем добавляют укроп, тысячелистник и немножко овса, ну, фактически овсяная солома, которую мелко нарезают, и добавляют еще корневища аира и валерьяны. Ну и вы сами понимаете, что при вздутии кишечника эти растения очень эффективны. Тот же самый аир, мы о нем уже говорили. И вот обычно берут одну полную столовую ложку такой смеси и заливают стаканом кипятка. И пить желательно эту смесь холодным. Дозировка даже доходит до трех стаканов в день. Измельченные листья тысячелистника прикладывают к обожженным частям кожи. Но лучше всего, конечно, использовать мазь, в основе которой также лежит тысячелистник. Кроме того, тысячелистник вновь можно использовать с ромашкой. Итак, опять берем тысячелистник, добавляем ромашку. И из этого мы с вами делаем отвар. И вот считается, что вот таким отваром, если будете постоянно умываться, то кожа приобретет бархатистый матовый оттенок. Можно... Также сельское хозяйство ценит тысячелистник как очень хорошее кормовое растение. Есть еще одно очень удивительное свойство у тысячелистника. Мы вот часто, например, на приусадебном участке боремся с различными вредными для культурных растений и насекомыми. Используем самые разные химические средства защиты. А в некоторых случаях их можно заменить, не удивляйтесь, а обычным тысячелистникам, которые мы часто просто считаем сорняком и беспощадно выдергиваем и уничтожаем на нашем приусадебном участке. Против кого же можно использовать тысячелистник? Используют против тли, против паутинного клеща и даже против трипсов. Ну и в комнатных условиях тоже можно попробовать. Например, у нас часто комнатные цветы поражаются, особенно вот тлей. Вот я хочу, например, попробовать настой тысячелистника использовать против паутинного клеща, который является часто бичом теплиц. Потому что когда мы используем другие, например, химические средства, то, с одной стороны, если мы используем постоянно их на нашем дачном участке, это не очень хорошо. Потому что растение тоже может накопить эти вредные вещества. Не думайте, что все так просто. А, например, если вот в тех же самых теплицах использовать этот раствор, то мне в данном случае интересно, потому что меньшая токсичность будет на само растение. То есть это средство, которое будет обладать меньшей токсичностью. При желании, если вдруг у вас тысячелистника нет, его можно, конечно, вырастить и на приусадебном участке. Хотя, конечно, он часто бывает в качестве сорняка, встречается. Тысячелистник, я думаю, что вы уже сами догадались, совершенно неприхотлив к почвам. Из картинки мы видим, что он растет на открытой местности, поэтому любит солнце. Размножает тысячелистник семенами, а можно просто взять и отрезать корневище. При подготовке почвы под перекопку вносят 30-40 грамм суперфосфата и 10-15 грамм аммиачной селитры на 1 квадратный метр. Семена высевают ранней весной на глубину до 1 сантиметра и пересыпают перегноем. А при появлении 3-4 пар листочков сеянцы рассаживают на расстоянии 10-15 сантиметров. Урожай можно собрать только на второй год, когда растение зацветает. Так что, как мы видим, и на приусадебном участке тысячелистник тоже можно вырастить. Но, тем не менее, тысячелистник, конечно же, очень декоративное растение. А вот если бы меня спросили, а вот с чем же связано вот такое разнообразное действие тысячелистника? Есть опять аналогия с ромашкой. Тоже в тысячелистнике, как и в ромашке, содержится эфирное масло, концентрация которого может быть в растении от пол до двух процентов. Масло это достаточно сложное по химическому составу. И в составе его очень много самых различных компонентов. В том числе, опять-таки, говоря о тысячелистнике и о том, что вот есть у него сходное действие, опять наблюдается схожесть тысячелистника с той же самой ромашкой. И это связано с тем, что в тысячелистнике содержится ханазулен, один из основных действующих веществ эфирного масла, то есть то же самое вещество, что и в ромашке. И вообще эфирное масло, и вот эти сложные соединения придают эфирному маслу такой слой, ну, окрашивающий слой, который меняет немножко тоже, опять-таки, не является бесцветным. Это эфирное масло. Ну, конечно же, тысячелистник обладает и свойствами противоязвенными. Не зря мы его рассматриваем в нашей программе. Тысячелистник – это хорошее желудочное средство. И, вновь возвращаясь к картинке, казалось бы, к этому сорняку, еще раз повторюсь, что тысячелистник все-таки растение достаточно высокой биологической активностью. Ну, и внутрь тысячелистник чаще всего, опять-таки, используют в виде разных сборов и, опять-таки, от желудочно-кишечных заболеваний до заболеваний печени, почек и так далее. Чем интересен еще тысячелистник? Мы очень часто придаем значение витаминам, макро- и микроэлементам, совершенно забывая о других веществах, таких, например, как горечи. Даже есть специальные бальзамы, ну, конечно, я называть их в рекламных целях не буду, которые специально, вот, рекламируя их, говоря об их уникальной полезности, там, что они чуть ли не от 100 болезней, если мы посмотрим основное действующее вещество этих бальзамов, это горечи. И действительно, современному человеку горечи не хватает. Что делают горечи? Они, в первую очередь, стимулируют пищеварительную систему человека, положительно влияют на желудочно-кишечный тракт. Так вот, тысячелистник у нас содержит горечь, поэтому он входит в состав многих многочисленных горьких настоек, некоторые из которых имеют очень высокую цену. А вот, пожалуйста, перед вами растение, которое легко собрать. Также помните о том, что настой тысячелистника повышает свертываемость крови, но многие авторы утверждают, что он никогда не приводит к образованию тромбов. Но все-таки помните, что тысячелистник влияет на свертываемость крови. Ну и, соответственно, разные действия тысячелистника обуславливают его разные применения. Но все-таки основное применение тысячелистника – это гастриты с пониженной кислотностью, язва желудка и 12-перстной кишки, колиты и геморрой. Ну, а настой тысячелистника готовится следующим образом. Принимают по полтреть стакана 2-3 раза в день до еды. А при длительном применении, если вы слишком увлеклись этим биологически активным растением, то, возможно, тошнота, рвота и головокружение, а также могут появиться кожные сыпи. Также делают свежий сок из тысячелистника, затем его смешивают с оливковым маслом в сочетании 1 к 10 и используют при фурункулевозе. Ну и, в принципе, если говорить о сырье тысячелистника, то можно его разделить. Вот мы на картинке опять видим, выделяют иногда трава и цветки тысячелистника. Иногда используют их вместе. Так что, как мы видим, тысячелистник – растение, которое достаточно широко используется в народной медицине. Ну, а теперь давайте перейдем от такого растения, как тысячелистник, который тоже в период цветения достаточно декоративен. Я думаю, что вы все-таки узнали его по картинкам. Он у нас и в городе тоже чувствует себя неплохо. К такому растению, как чистотел. Вообще, чистотел – растение непростое. С ним связано много всяких легенд. Некоторые книжки, которые сейчас появились в очень большом количестве, даже утверждают, что чистотел – ну, просто такой чудодейственный, что им можно вылечить море заболеваний. И в том числе даже раковые заболевания. Ну, конечно, отчасти здесь есть цену истины. Но все-таки нужно помнить о том, что чистотел – растение ядовитое. И, конечно, одним растением победить полностью серьезные заболевания, конечно, вам не удастся. Поэтому и использовать его нужно аккуратно. Даже в чистом виде я бы его и использовать не всегда рекомендовал. Обычно есть сборы, и если нужно, например, использовать при каких-то заболеваниях, желудочно-кишечного тракта просто добавляется, например, в процентном отношении 5-10% от сбора. И тогда его используют. Ну, тем не менее, давайте о нем поговорим более подробно. Как только чистотел не называют. Например, у большого чистотела есть свои синонимы. Адамова трава, ласточкина трава, бородавничек и так далее. Бородавник. Название получается говорящее. Ведь еще издавна чистотел использовали при различных заболеваниях кожи. Вот, да и слово «чисто», «чистый» означает тоже, здесь имеет свой определенный смысл. Итак, чистотел – это многолетнее травянистое растение, высота которого может достигать 100 см. Корень стержневой, ветвистый, с коротким корневищем. Кроме того, стебли у чистотела ребристые, облиственные, ветвистые. Листья очередные, сверху зеленые, снизу сизые. Очертания шаровидно-перисто рассеченные. Из картинок мы видим, что цветки чистотела желтые, на довольно высоких цветоножках, собраны в простые зонтики и расположены на верхушках стеблей и ветвей. В диком виде чистотел мы с вами встретим, как сорняк, на огородах, в садах, пустырях и так далее. Само по себе название «чистотел» надо понимать, как растения, способные очищать тело, то есть поверхность тела. При этом не только поверхности кожи, но и другие поверхности, которые имеет человек. К ним относятся все поверхности, в том числе даже и глазные, носоглоточные, легочные пространства и так далее. С лечебной целью обычно используют траву чистотела. Кроме того, можно использовать корни чистотела и даже свежий сок. Но все-таки помните о том, что у этого растения есть определенная ядовитость. Траву собирают во время цветения, а корни осенью. Сушат быстро в тене, на сквозняке или в сушилках при температуре 50-60 градусов. Препараты чистотела угнетают центральную нервную систему и также влияют на... Используют при онкологии. Но на самом деле, я вот когда внимательно изучал литературу использования чистотела в онкологии, я там увидел достаточно большое количество подводных камней. С чем это связано? Что есть, например, в очень многих источниках прямо вот пишут, что вот даже опухоль третья, четвертая стадия излечивается с помощью чистотел. В то же время, по некоторым литературным источникам, чистотел не оказывал никакое влияние на развитие опухоли. Ну, тем не менее, все-таки традиционно в различные противоопухолевые сборы чистотел входит. Ну, в качестве уже компонента сбора. При внутреннем употреблении чистотел у нас вызывает некоторое замедление пульса и понижает артериальное давление. Вы уже сами делаете вывод, что можно использовать чистотел при гипертонии. Также чистотел обладает желчегонным действием. Чистотел используется при стенокардии, при заболеваниях, которые сопровождаются спазмом мускулатуры, при волчанке, трудно заживаемых ранах, ну и при опухолях кожи. Здесь тоже чистотел относительно эффективен. А во тваре чистотела, ну, здесь бы я все-таки рекомендовал бы делать не чистый чистотел, а лучший сбор. Купают даже детей, которые страдают различными кожными заболеваниями, например, страдают золотухой и некоторыми другими. А в медицинах, в народной медицине многих стран чистотел используют и при заболеваниях печени. Но здесь используют именно малые дозы. Также чистотел издавна, особенно свежий млечный сок чистотела, является распространенным в народной медицине средством сведения бородавок, мозолей, темных пятен на коже, средства от чесотки и лишая. Также, да даже, в принципе, сейчас и косметические средства есть, но они не дешевые, которые тоже содержат в себе чистотел. Например, крема там при угревой сыпи и так далее. И там вы можете посмотреть, что в составе чистотел присутствует. Также чистотелом можно полоскать горло. И здесь опять делают смесь. В наш чистотел добавляют всем вам хорошо известную ромашку аптечную. Ну, а настой листьев чистотела у нас делают следующим образом. Заваривают одним стаканом кипятка один грамм высушенных листьев. Настаивают один час и процеживают. И принимают, и вот здесь особое внимание, нужно указать, что принимают по одной столовой ложке три раза в день. А отвар листьев чистотела тоже, его концентрация не превышает одной столовой ложки. Ну, а вот мы говорили о названии чистотела «Ласточкина дрова». Это связано с тем, что цветение чистотела приходится на прилет ласточек. И в народной медицине чистотел у нас также использовался при лечении мозолей, псориаза, экземы и некоторых других заболеваний. А бородавничником чистотел называется, потому что он используется при заболеваниях кожи. Вот у нас вновь... Давайте обратим внимание на наш сбор. Сейчас мы будем с вами говорить о шалфее. И вот в состав нашего сбора, который обладает у нас противовоспалительным действием, как раз и входит всем известное растение шалфей. Ну, здесь, конечно, состав непростой. И действительно, даже если мы говорим о шалфее, то шалфей лучше принимать именно в составе сбора. Вот сбор у нас уже настоялся, прошло где-то времени около 15-20 минут, да, и мы видим уже такую темную окраску. И, в принципе, сбор у нас готов к применению. Конечно, в первую очередь данный сбор при простудных заболеваниях и при заболеваниях горла. Им можно как полоскать, так и принимать вовнутрь этот сбор. Потому что даже те же самые растения, о которых я говорил, тот же шалфея, о котором мы будем сейчас говорить, он обладает ярко выраженным противовоспалительным действием. Ну вот, если попробовать этот сбор, то вкус у него слегка вяжущий. Это связано с чем? С тем, что здесь, конечно, присутствуют некоторые дубильные вещества, которые тоже можно встретить и в ромашке, и эфирные масла. Но в целом вкус относительно приятный, поэтому его можно вполне использовать и при приеме вовнутрь. Ну а теперь давайте поговорим о шалфеи. Итак, шалфей. Мы его видим. Это растение очень красивое. Шалфей лекарственный это полукустарник. Так, родиной его является Малая Азия. Шалфей с незапамятных времен был завезен греками в Средиземноморье, откуда проник как культурное растение во все страны Центральной и Южной Европы. Ну а еще в бывшем Советском Союзе шалфей широко использовали при культивировании для, конечно же, лекарственных целей. Но, тем не менее, многие дачники тоже любят шалфей, потому что растение это эффектное. Лекарственное действие шалфея было известно еще в Древней Греции. Само его латинское название сальвия означает спасающий, излечивающий. Под этим названием он известен в большинстве европейских стран. Ну а наше название шалфей это искаженное от этого названия. Гиппократ и диаскорит считали шалфей священным растением. И в то время было распространено мнение, что шалфей рекомендуют при женском бесплодии. В Древнем Египте после эпидемии и во время войн, когда население уменьшалось, женщин заставляли использовать шалфей в пище. А кулинарное значение шалфей не утратил даже в наше время. Ну, конечно, шалфей еще известен и как пряность. Кладут шалфей в жаркое, например, из жирного мяса, в основном баранины, который он придает даже вкус дичи. И добавляет его в свинину при приготовлении домашней птицы и так далее. И здесь тоже шалфей выступает и как пряность, а с другой стороны он и сохраняет частично и свои лечебные свойства. Шалфей входит в состав многих соусов, тоже соответственно, с одной стороны, придавая им специфический вкус, а с другой стороны, увеличивает концентрацию различных полезных веществ в этих продуктах. Кроме того, здесь шалфей еще применяется еще с особой целью. С одной стороны, когда мы говорили о мясе или о соусе, шалфей у нас способствует перевариванию тяжелой пищи. И он уменьшает газообразование в кишечнике, то есть оказывает определенное лекарственное действие. Поэтому, конечно же, есть смысл и культивировать его на приусадебном участке. Внешне мы уже заметили, что шалфей довольно красив. В принципе, это растение может достигать высоты даже 70 сантиметров. У шалфея одревесневают только ствол и нижние части ветвей. Ну вот, можно посмотреть на сами листья шалфея, которые обладают лекарственной ценностью. Листья немного морщинистые, а цветки шалфея мы видим, что они у нас собраны в такие верхушечные колоссовидные соцветия. И также можно заметить, что они высоко поднимаются над листьями. Они двугубые, с сильно выступающими тычинками и пестиком. Шалфей, вот если говорить о медицине, то он в основном применяется чистый шалфей, нарушен. Хотя вот в составе некоторых сборов, когда концентрация не очень высокая, шалфей можно использовать. В первую очередь шалфеем полощет горло при ангине, полость рта при воспалительных процессах и при зубной боли. Настой шалфея применяется внутрь при простудных заболеваниях. И тут лучше использовать его в сборах. Кроме того, шалфей входит в состав древней прописи, а именно русского агронома Болотова, который добавлял в шалфей такое растение, как буквица и аптечная ромашка, и рекомендовал его при такой сбор при простуде и гриппе. Шалфей также входит в состав различных сборов, которые используются при желудочно-кишечных заболеваниях. Это связано с тем, что шалфей обладает противоязвенным действием. Итак, вы захотели культивировать шалфей, выращивать его на своем приусадебном участке. Что же для этого нужно? Для разведения шалфея на участке нужно выбрать теплое солнечное место, которое защищено от ветра. Поскольку шалфей декоративен, его можно даже высадить на клумбу, например, с южной стороны дома. Ну и нужно помнить, что шалфей не выносит застоя воды и об этом забывать не стоит, хорошо реагирует на умеренный полив и жару. Почву под шалфей готовят, как и подо всем многолетники. Молодой шалфей хорошо пересаживается, поэтому его можно предварительно высеять на рассадник, а в июле пересадить с четырьмью, пятью настоящими листьями. Сами семена шалфея достаточно крупные, но сейчас они часто продаются в магазинах. и помните, что при весеннем посеве нужно предварительно замочить семена в воде и высевать их уже на клюнушемся. Ну что же, сегодня я рассказывал вам про различные растения, которые обладают противовоспалительными и противоязвенными действиями. В следующий раз я продолжу разговор о таких растениях. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.